Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодня я хочу записать еще один ролик о результатах. Для того, чтобы проще было осознавать, как все-таки и какие результаты можно иметь, что мы ожидаем и что мы получим на выходе. Например, когда мы говорим «вылечите меня», «вылечите», «вы помогаете нам» и так далее, мы выносим ответственность нас, и мы играем в игру «нас кто-то вылечит». И в таком случае мы вообще с такой аудиторией не работаем, мы предлагаем обратиться в медучреждение, потому что там заведомо сформирована такая игра. Вот мы на тебя попробуем такие таблетки, такие процедуры, вот так напишем в карточку и так тебя отправим. И в лучшем случае порежем хирургически. Эта игра «вылечите меня» – это разновидность игр, сейчас о них речь не пойдет. У нас есть категория людей, которые приходят и намерены серьезно работать над тем, чтобы, например, поправиться или изменить свою жизнь, или открыть свой бизнес, или по-любому из параметров. И вот здесь очень важным моментом является то, что у человека происходит в сознании. В зависимости от этого и будет результат, и какой результат будет. Об этом речь и пойдет. Итак, когда человек обращается к нам, возьмем болезнь, например, с какой-то болезнью, и говорит «Вы подскажете мне, а я буду работать, и я буду бороться с болезнью, я восстановлюсь, у меня все будет хорошо». Мы видим, что у человека есть ресурс, есть намерение, есть желание работать. Это супер! А теперь смотрите, на что сконцентрировано, на чем сконцентрировано внимание человеке? На процессе, на процессе выхода из болезни. То есть человек заведомо в голове своей отвел какой-то промежуток времени, в который он будет играть «Я выхожу из болезни». И в зависимости от того, какой промежуток времени он себе допустил, то есть у него есть какие-то представления, что это, например, болезнь тяжелая, и «Я должен буду выходить из нее столько-то». И человек идет, 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 он выходит из нее столько-то. И это уже процесс. И этот процесс будет потом продлеваться, продлеваться. А вот здесь не получилось, а вот здесь анализ плохой, а здесь вот так. И это идет процесс. И этот процесс – это игра «Я выхожу из болезни». Я специально заостряю на этом внимание, потому что вот эти процессы в сознании и в подсознании человека достаточно важны. Но есть момент, когда человек говорит «Я здоров», и «Я вижу себя здоровым». И это правильный подход. И когда человек видит себя здоровым уже здесь и сейчас, его внимание сконцентрировано на том, зачем ему тело дальше, во что он будет играть. И у него в подсознании нет даже мысли о том, что он выходит из болезни. Нету никакой болезни. Даже при том, что она у него присутствует в физическом теле. Вот в таком случае результаты самые лучшие. Что у человека очень быстро получается выйти из болезни, если он не занимается самообманом. Наша программа «Ума» очень хитро сплетена. Она постоянно будет увлекать нас в разного рода игры. И будет эта игра «Вылечите меня», или будет эта игра «Я выхожу из болезни», или будет эта игра «Я создаю новую жизнь». Это все равно будет игра. Понимаете? Поэтому вот на сегодняшний день мы, например, все больше акцент переносим на то, чтобы создавать программы и помогать людям действительно осознать, зачем им здоровое тело. И создать новую игру в здоровом теле. Потому что получается, когда человек получает какую-то неприятность, или болезнь, или проблему, да, она же ему не просто так пришла. Она пришла для того, чтобы он изменился и изменил условия своей игры. То есть его душа уже не хочет больше играть в старых декорациях. Она не хочет ходить на эту нелюбимую работу. Она не хочет приходить и ругаться там постоянно с женой, кому-то что-то доказывать. Она видит, что вот эти вот все игры, они бесполезны. Они не приводят к осознаванию ни текущего процесса, ни предыдущих историй, ничего. И она запускает болезненную ситуацию. Таким образом, развитие происходит через боль. Поэтому, когда начинается сама постановка вопроса о том, в какую игру я буду играть, то есть, когда у меня есть проблема, сразу задайте вопрос, в какую игру я буду играть. И если эта игра «я выхожу из болезни», то процесс выхода может быть затянутым, да, и может быть бесконечным. А если эта игра «я здоров и играю в здоровом теле», тогда следующий шаг – это полная смена декораций. Это значит, что вы выходите в другие отношения, на другом уровне. Это могут быть старые люди, но другой уровень отношений. Это другая работа, это другое проявление, это другое восприятие мира и себя и так далее. Вы сами будете осознавать, что должно быть другое. Но это другое всегда выстраивается, исходя из тех чувств, что вы чувствуете, что надо для вашей души. Как будут проявляться дальше жизненные обстоятельства для того, чтобы случилась победа. Потому что если декорации станутся старыми, то будет возврат к старому. Представляете? И вот уже в этом контексте, когда мы начали рассматривать старую техническую базу, например, ту же самую психотерапевтическую, например, те же самые программы по эпигенетике или связанные с регрессом, или, 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 да, то мы видим, что все они ориентированы на прошлое. Все они ориентированы на игру «я выхожу». А игру «я вышел и создал свою игру» ни один из вариантов психотехник не предполагает. Предполагает, что человек сам это сделает, что это просто. Но мы не встречали людей, которые бы взяли и это сделали. А уже говорить о смене декораций вообще не приходится. И таким образом, вот для того, чтобы был эффект, мы специально с самого первого дня стараемся акцентировать ваше внимание на то, что если вы оказались, например, в болезни, то первое, с чего надо начинать, со смены декораций и с того, зачем вам тело, в какую игру вы будете играть в здоровом теле. При таком подходе можно будет использовать и другие инструменты для работы. Но это первый шаг к осознаванию. Я сегодня умолчу, насколько сложно это прописать сразу в подсознании. Осознание это сложнее, чем перетрясти прошлое. На самом деле это сложнее, потому что там целый механизм задействован, связанный с впечатлениями. Но это возможно. Пишите свое будущее через чувства. Пишите и осознавайте, зачем вам нужно здоровое тело. В какую игру вы будете играть и как вы видите свое будущее. Точнее, как вы его чувствуете. Во всяком случае, это уже полезный шаг вперед. Вперед!